Привет всем! Провожу эксперимент с негашеной известью и сырыми опилками. Посмотрим, что получится. Вначале проверим известь, насколько она негашеная. Как видно, реакция не происходит. Известь лежит у меня с начала лета на улице в мешке и успела загаситься. Для эксперимента купил известь в магазине. Вот это то, что нам нужно. Проверим влажность опилок. Они как 10 минут с балкона, прибор показывает заниженные значения. Насыпаем известь сантиметра два, затем опилки. Послойно прессуем еще один слой извести. О, это то я себе опилки беру, как песок, да? Это и есть песок, да? А опилки делали из песка, да? Нет, из дерева. Из дерева? Смотрим. Вот твои руки. Может выключится сейчас, да? Сейчас проверим ключи. И только уже выключился, да? О, это кого выключится? Да? Да, папа? и ничего не происходит через часа 4 измеряем влажность и здесь примерно 6 процентов опилки 42 температура извести возросла до 35 градусов пробую изобразить конденсат с кровью температура поднялась до 90 градусов на дне ведра температура 30 градусов через 10 минут температура известия опустилась до 77 эта картинка через 12 часов через сутки и так далее на третьи сутки стало заметно что комки потрескались и известь начала увеличиваться в объеме на четвертой сутки измерил влажность известь 6 процентов опилки 33 на восьмые сутки температура 30 градусов и известь уже вываливается из ведра на девятые сутки температура ниже 30 градусов похоже она полностью загасилась проверим проверим влажность известь имеет прежнюю влажность и опилки значительно просохли изображаю конденсат как видно известь полностью загасилась за счет сырых опилок и так что по заключению эксперимента можно сказать что эксперимент удался и негашенную известь можно сыпать послойно с сырыми опилками эксперименты будут продолжаться поэтому подпишись на канал и нажми на колокольчик чтобы вовремя увидеть свежие видео на подходе видео про эволюцию штукатурок у меня на стройке и заходи если что и и и и и